Здравствуйте дорогие подписчики и гости канала. В данном выпуске поговорим о лечебных свойствах и противопоказаниях красной щетки. Будет масса полезной информации, так что не переключайтесь. Красная щетка это уникальное растение, которое приобрело широкую популярность в народном лечении гинекологических заболеваний. Благодаря содержанию фитогормонов, растение нормализует гормональный баланс и успешно устраняет патологии, спровоцированные дисфункциями эндокринной системы. В лечебных целях используется корень красной щетки, содержащий гликозид солидрозит, обладающий противоопухолевым противовоспалительным и антибактериальным свойствами. Именно этот элемент и делает красную щетку поистине уникальным растением. Чаще всего женщины принимают красную щетку при гинекологических заболеваниях. В числе активных компонентов имеются фитогормоны. Их действие подобно собственным гормонам, но развивается постепенно. Особенность фитогормонов – отсутствие негативного влияния на свертывающую систему крови. При климаксе красная щетка помогает поддержать постепенно снижающуюся функцию яичников. Недостаток эстрогенов у женщин после 50 лет приводит к вегетативным расстройствам. Появляются приливы тахикардия, беспокоит сухость влагалища. Позже развиваются опущения матки и недержания мочи. Остеопороз. Своевременно начатое лечение красной щеткой помогает снизить риск развития этих состояний. Щетку принимают те, кто планирует беременность. У здоровых женщин зачатие должно произойти при регулярных незащищенных контактах в течение года. Но иногда стресс и усталость, смена климата создают неблагоприятные условия. Прием красной щетки нормализует состояние гормонального фона, насыщает организм, полезными веществами и облегчает наступление беременности. При эндометриозе миоми матки основная причина заболевания – гормональный дисбаланс. Красная щетка не сможет полностью вылечить патологию, но помогает остановить ее прогрессирование. Кровоостанавливающие свойства используются при обильных менструациях. Если не диагностированы гиперплазии эндометрии или эндометриоз, можно пробовать лечение красной щеткой. Одно из уникальных свойств красной щетки заключается в том, что растение воздействует на клеточном уровне, очищая и омолаживая организм, восстанавливая функции больных систем и органов. Препараты красной щетки устраняют не симптомы заболевания, а его причину. Регенерационное свойство этого растения по сей день не имеет медицинского обоснования, поэтому современные ученые и врачи просто констатируют омолаживающее влияние на организм красной щетки, как неоспоримый факт. Кроме того, данное растение имеет выраженное кровоостанавливающее и мягкое тонизирующее действие, благодаря чему показано при лечении тяжелых болезней бактериальной и вирусной этиологии. Растение применяется для успешного лечения атеросклероза при болезнях сердца, помогает стойко стабилизировать кровяное давление при гипертонии, снимает спазмы сосудов головного мозга. Препараты с красной щеткой полезны при следующих мужских недомоганиях. Простатите. Растение эффективно лечит воспаление и оказывает общеукрепляющее воздействие на организм. Воспаление аденомы простаты устраняет неприятные симптомы данного возрастного заболевания, снимает воспалительный процесс и болевые ощущения, помогает устранить недержание мочи и прочую симптоматику. Бесплодие. Нередко причиной мужского бесплодия являются хронические инфекционные болезни, слабая подвижность сперматозоидов, перенесенные ранее венерические болезни либо воспалительные явления в мочеполовой системе. Целебные компоненты красной щетки комплексно воздействуют на возможные проблемы и часто решают вопрос мужского бесплодия. Помните, что красная щетка относится к лекарственным травам, поэтому ее бездумное применение может навредить организму. Обратите внимание на противопоказания к приему средств на основе растения. Индивидуальная чувствительность к химическому составу. Период беременности может спровоцировать выкидыш. Лактация. Гипертония. Депрессивное состояние, нервное перенапряжение из-за стресса. Повышенная температура тела. Сердечная недостаточность. Никогда не совмещайте употребление травы, синтетических гормональных препаратов и средств на основе хмели, клевера, солодки и душицы. Это может привести к переизбытку гормонов в организме. Вот и подошел видеоролик к концу, надеюсь он был для вас полезен. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Всем добра.